Ну что же, добрый вечер, ребята! Мы с вами продолжаем разбирать аналоги ЕГЭ по математике в других странах. Уже было видео сравнения ЕГЭ по математике с Британией и США, и в тех видео было очень-очень много вопросов, чтобы я рассмотрел вариант с Китаем. Ну и вот, у меня, видите, перед вами китайский ЕГЭ. Вот, мне его подогнал мой коллега-китайец, я сам по-читайски не понимаю. Вот, подогнал, он у нас за 18-й год. С помощью Google-переводчика просто быстренько так на скидку перевели, что непонятно мне мой коллега пояснил там в постановке задач. Ну и, в общем-то, давайте смотреть. Да-да-да, чуть не забыл, ребята, просто чтобы избежать каких-то недовольных возгласов, важно сразу отметить, моя цель в этом видео не прорешивать все задачки от А до Я. Это вам не урок по решению задач. Я хочу просто пройтись по задачам и оценить, какие темы охватываются, оценить сложность и глубину задач. В этом моя цель. Это вот перед нами лежит китайский аналог ЕГЭ. И давайте с вами посмотрим, тяжело ли живется китайским детям, оканчивающим школу. Так, надо сразу сказать, что мы не будем с вами смотреть на задания на китайском. Я использовал Google-переводчик. И давайте посмотрим, что нас ждет. Как и в российском ЕГЭ, задания делятся здесь по уровню. Сначала идут не очень сложные задачи, где нужно выбирать из нескольких вариантов. Вот. И вот здесь вот как бы первое задание. Смотрите, оно про комплексные числа. И как бы школьнику китайскому как бы сразу намекают, что ты переходишь во взрослую жизнь. Да. Никаких умножений простых дробей, как мы видели в ЕГЭ, или там раскрашивание квадратиков. Тут у нас сразу комплексные числа. Задание несложное. Дальше. Определить, где функция является положительной. Но видите, как интересно. Здесь не говорится, что вот дана парабола. Определите, где ее ветви положительные. Тут сразу используется язык из высшей математики. Мне это очень нравится. То есть, школьник уже сразу должен говорить в формате множеств. То есть, А это множество точек Х таких, что вот такое неравенство верно. По сути, это означает, что у нас есть парабола. И нам нужно определить, когда ветки у этой параболы находятся выше оси Х. И что тут важно сказать, что нам даже не нужно решать это квадратное уравнение. Нам сразу же есть варианты ответов. То есть, мы знаем, что у нас корень минус 1 и 2. Вы можете, конечно, уточнить, подставить. Мало ли ошиблись те, кто создавали задачу. Но, в общем-то, у нас парабола положительна. Вот в таких вот интервалах. И так как здесь знак строгий, мы должны выколоть вот эти вот точечки. Ну и теперь смотрим, какое множество точек нам подходит. И видим, что вот оно, вот он наш правильный ответ. Тоже задачка не сложная. Даже мы, наверное, некоторые не успели задуматься. Давайте теперь дальше. Следующая задачка довольно муторная. И детально я ее не хочу затрагивать. Но, в целом, вопрос такой. У нас имеется некое хозяйство, там, или что-то связанное с сельским хозяйством. И у нас доход вырос в 2 раза от одного года к другому. То есть, вот есть первый, и вот вырос в 2 раза. Потом у нас по процентам доход делится по разным направлениям. То есть, здесь у нас там выращивание каких-то растений. Там здесь у нас идет какое-то животноводство. Ну, там еще другие пункты дохода. И, соответственно, будут вопросы, как изменилось там процентное соотношение, если доход вырос в 2 раза. Ну, то есть, это такая задачка на базовое понимание того, что такое проценты. Так, давайте дальше посмотрим. А дальше у нас не хухры-мухры. Вот здесь у нас имеется ряд из элементов А1, А2, А3 и так далее. И так как он у нас арифметический, это значит, что у нас следующий член, это предыдущий плюс некое постоянное, назовем ее, Б. Вот. И дальше у нас есть сумма этого ряда, СН. То есть, у нас, например, С3 равно А1 плюс А2 плюс А3. И, соответственно, у нас есть вот такое вот уравнение. У нас также известен первый член нашей последовательности. И нужно определить, какой будет пятый член. Ну, по сути, что тут требует? Тут требует расписать, что такое там С2, С3, С4. В них у нас будет входить всего одна неизвестная Б, А1 известно. Вот. И, соответственно, из этого уравнения надо найти Б. И с помощью него с легкостью найти, что тут такое А5. То есть, задачка, опять же, не сложная абсолютно. Мозг задействовать не требуется. Но тут нужно как бы повозиться слегка. То есть, задача на арифметику, я бы сказал. Дальше. Смотрите. Дальше у нас идет задача про функцию. То есть, это уже какие-то начало анализа. Мне нравится. Мне нравится, что здесь нету, как вот в российском ЕГЭ, вот эти первые задачи напоминают просто некий детский сад. Никого не хочу обидеть, но, на мой взгляд, это не серьезно. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут идет под задачей номер 5. Задача номер 5. У нас функция и любимый всеми школьниками параметр А. Вот это задача с параметром. И что у нас тут известно про функцию? У нас функция F нечетная. Вот. Напишите в комментариях, ребят, кто из вас знает, что такое четная, что такое нечетная функция. И, в общем, нас просят посмотреть, как эта функция ведет себя в точке 0. Ну, то есть, там, если у нас, ну, там, не знаю, примерно она может быть будет так. Ну, там будут какие-то корни. Ну, в общем, тут какая-то касательная. И надо в точке 0 определить, как уравнение касательное к нашей функции выглядит. Не уверен, что я ее правильно нарисовал, потому что тут параметр А есть. Значит, что первое? Чтобы определить касательную, нам нужно выяснить, что такое параметр А. Так, смотрим, что нам дает свойство нечетности. Да, четная, нечетная. Это означает, что функция от минус х равна минус от функции х. Это означает, что она у нас нечетная. И, соответственно, нужно подставить, такую вот вещь приравнять. Из этого у нас получится, что параметр А, ну, давайте просто это сделаем. Значит, минус х третий, дальше у нас плюс А1, так, дальше х в квадрате, минус Ах равно. И, ну, грубо говоря, то же самое выражение со всеми минусами. Х в кубе, минус там такая-то штучка, и минус Ах. Ну, и тут каждый видит, что х в кубе сокращается, Ах сокращается. Остается только вот эта вот скобочка с х в квадрате. Но, так как это уравнение должно быть равно, как бы, при любом х, то мы должны сказать, что у нас А равно 1. Вот, А равно 1. Ну, и, соответственно, дальше мы просто можем найти производную f от х и конкретно в точке 0. Так, производная от х в кубе в точке 0 будет 0. Это у нас член вообще занулился из-за того, что А это единичка. И получается, что у нас остается всего лишь производная от Ах, что есть А, что есть единичка. То есть наклон единичка. Вот такая задачка. То есть тоже видно, что не сложно. Дальше задача на векторы. Здесь, наверное, мне потребуется чистый лист бумаги. Я не хочу детально решать эту задачу. Ну, просто, чтобы мы с вами сложность, да, прикинули, что здесь к чему. Смотрите, имеется треугольничек. Треугольничек А, В, С. У нас есть точка посередине стороны В, С. И, соответственно, в нее идет такой вот отрезочек А, Д. Потом мы этот отрезочек А, Д делим еще пополам. И у нас здесь точечка Е. Правильно? Так. И нас, в общем, просят найти, чему равен вот этот вектор Е, Б. Так. Через вектор... Смотрите, у нас, да, варианты ответов какие. Через вектор А, Б и через вектор А, С. И, в общем-то, ну, то есть понятно, что вы сразу же думаете, так, мне нужно для начала будет определить вот этот вектор. Ну, его легко найти через сумму вот этих вот двух векторов, да. То есть мы вот эту штучку находим. Потом через разность там этих векторов там можно найти вот этот вектор. Каждый из них поделить пополам, сложить. Получаем вот эту вот вещь, да. То есть задачка тоже техническая, но не сложная. То есть абсолютно, ну, тут не надо задумываться, здесь просто надо действовать, да. Так, дальше двигаемся. А дальше у нас идет задача под номером 7. И она у нас претендует на стереометрию. Но именно претендует. Давайте посмотрим, в чем суть этой задачки. Итак, у нас есть цилиндр. Давайте я опять сразу буду рисовать. Ну, как бы, чтобы было все более наглядно. Итак, у нас с вами имеется цилиндр. Так, 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 так. И что нам говорят? Нам говорят, что высота этого цилиндра равна двойке. А если мы посмотрим на длину дуги окружности снизу, то это получится 16. И что дальше? Смотрите, мы смотрим на этот цилиндр под разными углами. То есть мы смотрим на него вот отсюда. И видим вот эту точку А. И авторы эту же точку А также называют еще и точкой М. Вот. Потом они смотрят сбоку. И вот тут вот внизу они видят точку Б. Вот. И они эту точку Б тоже называют почему-то... Я не могу понять этих ребят с востока. Они почему-то говорят, что в трехмерном изображении это будет точка Н. И потом... Ну, вот представьте себе, да, вот такой вот цилиндр. Он искривленный, да. Вот по поверхности цилиндра, по этой вот искривленной, я должен по-кратчайшему пройти пути из точки М в точку Н. И, соответственно, определить длину вот этой вот дуги. Ну, то есть вот на криволинейной поверхности. Кажется, там, ну, кто-то может подумать, что это задачка про стереометрию. Но, конечно же, это на самом деле не так. Так, это очень примитивная задачка. Мы режем поверхность нашего цилиндра вот здесь вот. И у нас получается вот такая развертка, да. Мы его вот так вот раскрыли. Здесь у нас будет точка М. А вот здесь у нас будет точка Н. Вот. Как вы понимаете, вот из-за того, что мы смотрим то ли отсюда, то ли отсюда, вот тут вот это расстояние, это будет 1 четвертая длины всей окружности. Вот. Поэтому, так как вся длина окружности 16, здесь у нас будет четверка. Вот. Ну, 1 четвертая. А здесь у нас высота двойка. Это мы знали. И когда мы развернем нашу поверхность цилиндрическую, да, это же на самом деле будет просто плоскость. И нам нужно найти кратчайший путь от М к Н на этой поверхности. Это просто будет прямая линия. Ну, и тут теорема Пифагора, да. Ну, там 4 плюс 16 равно 2 корня из 5. И, в принципе, у нас такой ответ тут и есть. То есть, ничего, ничего такого прям мега сверхъестественного. Так, давайте посмотрим на следующую задачку. Тут у нас уже есть парабола. Но товарищи из Китая задают ее очень хитро. Давайте я попробую нарисовать, что у нас тут имеется. У нас, значит, есть парабола. И если я здесь скажу, что у меня Y, а вот здесь X, почему-то они параболой называют вот эту форму. Ну, это правильное определение, потому что парабола – это геометрическое место точек, там равно удаленных от прямой и точки, называемой фокусом, да. Здесь вот мы ее где-то F поставим. Поэтому по форме это парабола. Ну, просто обычно мы привыкли рисовать рогами вверх. Так, вот наша парабола. Y в квадрате равно 4X. И у нас есть точка минус 2. Вот здесь вот. И смотрите, из этой точки проводится прямая с определенным наклоном. Вот, то есть наклон нам дан, и она пересечет где-то нашу параболу. И у нас появится несколько точечек. Вот здесь вот у нас появляются точки M и N. Вот, и тут как бы нужно найти скалярное произведение векторов вот как бы из точки F вот отсюда и туда. Вот, в принципе, это тоже не очень сложная задачка. Я надеюсь, ребята, вы сами можете ее сделать. Вот, но и она не такая уж легкая, да. То есть тут нужно знать и парабола, и фокус, да. То есть там, и, ну, то есть вот как бы, ну, тут все-таки о чем-то, но краешком своего мозга надо подумать. Давайте посмотрим следующую задачу. Наша цель сейчас именно оценить уровень задач. То есть какой они сложности. Так, что у нас здесь дальше идет? У нас есть довольно замысловатая функция F. Вот, и эта функция F образует еще более сложную функцию G. И нужно найти параметр, так, нужно найти параметр вот этого, вот этот A, при котором G имеет всего лишь два корня. Вот, ну, по сути, что значит G имеет два корня? Надо сказать, что G равно нулю. Из чего можно сказать, что функция от X должна быть равна минус X минус A. То есть, ну, как бы вот пересекаться вот с этой линией. Ну, и давайте сейчас попробуем нарисовать на краешке просто так черновичок, как наша функция F выглядит. Вот, я не знаю, то есть вот в ЕГЭ есть ли такие вещи, где, в принципе, ожидается, что студент абсолютно точно по умолчанию должен знать, вот как выглядит экспоненциальная функция или логарифмическая. Наверное, должен. То есть, по крайней мере, когда я учился в России в школе, да, ну, нас этому обучали. Итак, экспонента. Нолик подставляем, получаем единичку. И при отрицательных X-ах экспонента у нас будет, соответственно, убывать. Ну, вот как-то вот так она и пошла. Теперь логарифм. Логарифм у нас это для положительных значений X-а. И получается, что если мы подставим единичку, то логарифм единички это ноль. Да, вот. Вот. И тут у нас, соответственно, логарифм пойдет вот так вот. Так. И теперь, соответственно, нам нужно нарисовать нашу другую функцию. Это минус X минус A. Понятно, что эта функция будет идти вот как-то вот так. И в зависимости от A она будет перемещаться. Но самый крайний вариант будет вот здесь. Потому что, смотрите, если мы попробуем расположить нашу функцию вот здесь, то есть, то у нас получается, что уже всего лишь одна точка пересечения с функцией F. А нам, твердо говоря, должно быть две точки. Две точки, значит, вот сюда вот мы можем только двигаться. Ну и, соответственно, давайте посмотрим. То есть, параметр A в данном случае будет... Ну вот, чтобы мы вот здесь вот оказались, да, параметр A должен быть равен минус единичке. Так, значит, A равно минус одному вот здесь. Ну и потом он туда дальше пошел. То есть, соответственно, если у нас A будет, там, скажем, равен нулю, то мы перешли сюда, ну и вот так вот дальше. То есть, A у нас должно как бы стать меньше либо равно минус единичке. Вот. Ну и, в принципе, давайте посмотрим. Нам такой ответ от минус единички. А, смотрите, как... Что-то я неправильно решил. То есть, A... А, ну да, я же сказал, я же A подставил нулю. То есть, A должно быть больше либо равно минус единичке. Вот. То есть, если мы 0 подставляем, то мы движемся сюда и так дальше. Так, значит, минус 1 плюс бесконечность. Так. Ну вот, значит, у нас тут вариант С. Вот. Видите, хорошо, что эти вопросы с ответами не позволили нам вот сейчас тут споткнуться слегка. Ну и давайте посмотрим, ребята, с вами следующую задачку. Ну, здесь у нас, смотрите, кажется, идет отсылка к древним грекам. Математики, Гиппократ, там, в общем, все дела. И что у нас тут имеется? У нас имеется треугольничек. И у нас есть три площади. Давайте отметим их. Так, у нас есть первая площадь вот такая. Это треугольничек. Потом вторая площадь – это темные области. И третья площадь – это светлые области. Так, и нам нужно найти взаимосвязь между этими площадями. Ну и давайте просто с вами посмотрим, что здесь такое происходит. Давайте скажем, что гипотенуза у нас С. Здесь, значит, у нас сторона, например, А. Здесь у нас сторона, например, Б. Вот. Ну и давайте попробуем найти, например, площадь. У нас будет площадь двойч. Так, P2. Ну, тут на самом деле, тут слегка, как бы, они говорят там, что что-то там, случайный процесс какой-то происходит. И, в общем, тут увязка на теорию вероятности. Но на самом деле нам просто нужно здесь на площади посмотреть с вами. Ну и получается, что давайте посмотрим, то есть, чему равна площадь. Площадь P2 будет сумма, значит, у нас вот этот полукруг плюс вот этот полукруг за вычетом вот этих вот белых областей. Ну, давайте посчитаем вот здесь вот, ну, условно говоря, если я закрашу вот эту вот штучку. Вот, это у нас просто-напросто будет А пополам в квадрате умножить на Пи. Это был бы весь круг, у нас только половинка, поэтому пополам. Потом мы считаем вот эту вот целиком область, то есть вот темненькая плюс вот эта штучка. Так, это у нас будет, соответственно, Б пополам в квадрате Пи. И тоже у нас только половина круга здесь. Так, дальше, смотрите, мы же захватили вот эти лишние области, их нужно забрать. Так, значит, лишние области, это на самом деле вот этот полукруг, весь светлый большой, за вычетом треугольника. То есть, я здесь напишу сейчас минус большой полукруг, то есть, это у нас то же самое, С пополам в квадрате, Пи, одна вторая. Так, и, значит, за вычетом площади треугольника, это одна вторая А умножить на Б. Так, значит, что... Ну, давайте, я не буду писать площадь этого треугольника, мы просто запишем просто как П1. Мне кажется, так даже будет удобней. Ну, и теперь смотрите, ребят, что у нас тут выходит. У нас выходит, что если мы выделим с вами вот эту часть, вот эту часть и вот эту часть, то мы на самом деле увидим, что здесь у нас стоит не что иное, как некая константа, там, Пи, все дела, умножить на А квадрат плюс Б квадрат минус С квадрат. Ну, это по теореме Пифагора, это всего лишь нолик. Вот, поэтому П2 равно П1. Ну, и, в общем, я надеюсь, я не ошибся. Вот, можно сказать, что, в общем-то, вот это утверждение верно. Вот, и чего? То есть, в принципе, не очень-то мы тут и задумывались, но все-таки слегка соображать нам пришлось. И это, ребят, я вам напоминаю, что мы рассматриваем вот эту первую очень простую часть этого экзамена. Давайте же посмотрим, что у нас дальше идет. Смотрите, дальше у нас идет гипербола. Так, и, ну, грубо говоря, давайте у нас тут Y, X, то есть, уравнение хорошо задано. То есть, понятно, что если у нас X и Y будут очень большими, то единички, по сути, можно пренебречь. И получится, что Y равен плюс-минус X на корень из трех. Вот, поэтому, ну, то есть, вот можно нарисовать такие асимптоты. То есть, это будут асимптоты. Вот, то есть, там, здесь у нас будет Y равно 1 разделить на корень из трех X. А здесь то же самое с минусом на корень из трех X. Так, ну, на самом деле, то есть, у нас будет примерно как-то вот так вот выглядеть наша гипербола. И теперь нам говорят, посмотрите на правый фокус F. Вот здесь вот давайте у нас есть F. И из него выходит прямая линия. Так что она у нас пересечет. Давайте я ее нарисую. Так, вот у нас идет прямая линия. И у нас вот эта точка O. Вот здесь пересечение. Это у нас будет точка M. И внизу совсем-то это пересечение точка N. Ну, и, в общем, говорят, что вот этот угол у нас прямой, если читать текст. Так, ну, и, в общем, так-так-так, да, в общем, прямоугольный треугольник, вот этот вот. То есть, A это уже что-то к предложению относится. И нам нужно найти отрезок M, N. Ну, то есть, опять же, оставляю, чтобы не терять времени, да, то есть, на ваше усмотрение. Это не очень сложная задачка геометрическая, потому что, ну, прямая явно задана. То есть, эти линии уравнения мы уже нашли. Вот, нужно найти там положение фокуса. Ну, то есть, в принципе, задача просто техническая. Здесь не нужно сверх соображать. Но, в общем-то, мы с вами и находимся пока в первом, в первой части. Но, ребят, обратите внимание, все-таки, да, по сравнению с американскими, да, с задачами из американского ЕГЭ, ну, то есть, здесь совсем другой уровень задач. Так, третья задачка у нас опять идет стереометрия. Ребят, просто вот, ну, молодцы, они прям развивают пространственное мышление у своих школьников. Много задач на объемы, где надо соображать. И в этой задачке у нас идет куб. И мы этот куб пересекаем какой-то плоскостью. Ну, вот, как бы, как-то мы его пересекаем. Ну, я даже не как-то вот, ну, например, вот так она сечет, проходит. То есть, она может проходить по-разному, эта плоскость, как она отсекает наш куб. Но тут написано, что важно, чтобы она образовывала один и тот же угол альфа. Вот, видите, each line, в общем, с каждой стороной она должна образовывать угол альфа. И этот альфа должен быть одним и тем же абсолютно везде. Ну, то есть, тут вы, в принципе, должны догадаться, что этот угол на самом деле 45 градусов. Вот. И потом говорится о том, что нужно найти максимальную площадь сечения. Дальше что у нас идет? Смотрите. Начался у нас интересный этап нашего экзамена. У нас пропали варианты, и нам теперь нужно будет прямо решать задачи, чтобы получить ответ. И следующая же задачка, опять же, идет у нас на трехмерное воображение. Смотрите, у нас даны в плоскости z равно 0 некие уравнения. Ну, вообще говоря, они при любом z должны быть. То есть, по сути, вам говорят, если у вас есть плоскость x, y. Вот. Я не хочу сейчас именно смотреть, где именно находится этот треугольник, но с помощью этих неравенств у вас там определится какая-то фигура. Я не уверен, что это треугольник, но допустим. То есть, это не суть важна. И у вас, по сути, вот есть некое множество точек. Может, оно по-другому чуть-чуть выглядит, но примерно как-то так можете детально это порешать. Потом у вас есть уравнение плоскости, и эта плоскость сечет ваше множество каким-то образом. То есть, вот она пересекает. Получаем сечение. И нам нужно, соответственно, найти максимальное значение. То есть, посмотреть, грубо говоря, где там это z будет самое высокое. Вот. Ну, то есть, как бы такая задача на геометрию. Дальше у нас опять идет последовательность. То есть, вот у нас опять задача на последовательность. По сложности, вот как, судя по баллам, здесь у нас точно такие же задачи, как шли до этого. Но здесь уже вы должны сами понимать, какой будет ответ. Так. Дальше. У нас здесь идет такая задача. У нас есть две девочки. Потом у нас есть четыре мальчика. Так. И у нас выбирается из них три человека, один из которых точно девушка. То есть, у нас будет девушка плюс два каких-то человека. Вот. И тут просят почитать возможное число вариантов вот таких наборов. Ну, условно говоря, то есть, там девочка, девочка, мальчик. Девочка, там мальчик, мальчик. Вот. Ну, то есть, как бы, по сути, это задача на комбинаторику. Но, в принципе, здесь можно получить ответ без каких-то сверхъестественных знаний, да, из математики. Вот. Можно просто перебрать эти варианты и получить свой ответ. Дальше, что у нас идет. У нас есть функция. Смотрите. 2 sinx плюс sin2x. И найти минимум этой функции. Ну, то есть, как бы, тут, опять же, там, любой может просто-напросто взять, например, и... Ну, я думаю, что там самое простое – это там нарисовать эти две функции, сложить их и посмотреть. Либо можно разложить sin2x через, там, sin2x, там, как-то свести по y и дифференцировать. Ну, в общем, кто как любит. Но тоже эта задача не очень сложная. А вот дальше, ребята, дальше начинается уже новый жизненный этап. Вот дальше, начиная с 17-й задачки, уже пойдут какие-то интересные вещи с доказательствами. Там задачки такие любопытные. Давайте их посмотрим. То есть, предыдущие у нас оценивались по 5 баллов. Здесь нам говорят, что уже за задачку будет давать аж 12 баллов. Ну, и давайте посмотрим 17-ю задачку. Что у нас тут имеется? У нас имеется некий четырехугольник. Давайте его нарисуем. Четырехугольник у нас вот такой вот. А, B, C, D. И нам известно, что угол А, D, C у нас прямой. Так, давайте как-то поаккуратнее это сделаем. И что дальше у нас известно, что угол А 45 градусов. Дальше нам известна сторона А, B, 2 и сторона B, D. Так, это у нас такая диагональка, которая будет пятерочка. Так, и нас просят найти, смотрите, что косинус угла А, D, B. Вот, давайте я возьму какой-то другой фломастер. И нам нужно найти вот этот вот уголок. Так, ну и смотрите, в принципе, что у нас известно. У нас известна сторона здесь, сторона здесь, угол 45 градусов. Соответственно, по теореме косинусов вы сможете с легкостью найти вот эту вот сторону А, D. Вот, а потом по той же теореме косинусов у нас есть уже 5, 2, и уже эта сторона известна. Вы можете найти, например, этот угол. Предложите свое решение, если видите что-то там более скоростное. Я уже давно геометрией не занимаюсь, поэтому такие топорные методы применяю. Ну и дальше у нас есть еще вторая часть задачки. Нам говорят, что известно D, C, D, C, 2 корни из 2, и хотят, чтобы мы нашли длину B, C. Вот, ну и тут вы понимаете, что у нас известен косинус этого угла. То есть мы, соответственно, можем найти там сопряженный угол, да, то есть тут это 90, тут не хватает. И опять же, по теореме косинусов у нас известны две стороны, уголок. Мы с легкостью находим B, C. Не нужно тут как-то, да, никакой непредсказуемости, сложности нет. Очень техническая задачка. Берешь и считаешь. Ну и давайте быстренько тут посмотрим, что у нас имеется с тригонометрией. Вот это замечательно, да, опять тригонометрическая задача. Опять нужно что-то воображать и опять что-то нестандартное смотреть. Так, давайте посмотрим. У нас имеется изначально квадрат. А, B, C, D. Потом мы делаем серединную линию. То есть у нас точка E делит этот отрезок, точка F делит этот отрезок пополам. И у нас что делается дальше? Мы берем, проводим вот такую вот диагональку D, F. И вот тот треугольник, который у нас прямоугольный, мы вот так вот загибаем вверх и загибаем его до той степени, чтобы у нас, так, что у нас тут имеется? Что у нас P, F, вот эта вот линия, становится перпендикулярно B, F. То есть вот этот вот угол у нас становится прямой. Так, вот такой вот уголок. Так, ну и дальше нам нужно доказать, что у нас, значит, какая-то поверхность. Это, значит, P, E, F. То есть вот этот вот зверь. Нам нужно доказать, что он у нас будет, что он у нас будет перпендикулярен поверхности A, B, F, D. Вот, ну то есть вот тут вот он перпендикулярен. Ну и давайте просто посмотрим, что у нас имеется. Так как у нас E, F это серединная линия, то она у нас перпендикулярна вот здесь. Вот, и получается, что у нас линия B, F перпендикулярна и P, F, и E, F. Значит, B, F перпендикулярна вот этой заштрихованной нашей площади E, P, F. Раз она перпендикулярна, давайте вот отсюда опустим высоту в плоскости, да. Высота у нас будет вот такая. Из этой точки я проведу линию параллельную B, F. Вот мы ее провели. И что у нас получается? Так как эта линия параллельна вот этой линии, то она тоже должна будет перпендикулярна быть плоскости E, P, F, а значит, любой прямой там. Значит, и вот этой, и вот этой вот. Вот, ну и получается, что у нас, ну, глядя на эту картинку, по определению получается, что у нас плоскость E, P, F перпендикулярна требуемой вот этой вот нашего квадрата. Ну и, в общем, как бы часть А сделана без особых сложностей. Ну и дальше тоже точно, как бы, проверьте сами. Это несложно доказать. Точно так же можно посмотреть и сделать часть 2, тоже довольно технически. Здесь они просят найти... Так, что у нас имеется? D, P, то есть, вот это наша линия. И линия D, P, ну, нужно найти угол вот с плоскостью нашего начального квадрата. A, B, F, D. Ребята, это не составит для вас труда. Говорю вам, что эта задача технически несложная. Ну и давайте передвинемся к следующей нашей задачке. Тут у нас имеется эллипс. Да, вот смотрите, какой он красивый. Давайте я его сейчас нарисую. Так, ну, приблизительно, конечно. То есть, вот у нас имеется эллипс наш. И у нас имеется правый фокус. Здесь вот точка F. Вот, дальше что у нас есть? У нас проходит линия. Так, что у нас появляются точки A и B при пересечении с нашим эллипсом. Так, вот. Ну и, допустим, точка A, точка B. И дальше у нас имеется точка M в двоечке. Ну, давайте мы ее проведем вот здесь вот. Вот, то есть, у эллипса видно, что когда Y равен нулю, у нас X должен быть корень из двух. То есть, вот эта точка была бы корень из двух. Значит, вот здесь вот у нас точка M находится. И дальше из точки M, смотрите, мы с вами проводим линию. Так, и, в общем, так, M. Ну, тут вот точку A мы ее как-то проводим. Вот, и, в общем-то, смотрите, что нам говорят. Нам говорят, что вот здесь вот у нас угол перпендикулярный в пункте A. И просят найти уравнение прямой вот этой вот краснойкой. Ну, формально Y равно KX плюс B. Вот, в общем, эти две штучки K и B нужно найти. Ну, и тут формально, то есть, у вас известен абсолютно эллипс. То есть, там, фокус вы определяете, точка M тоже известна, как бы, где что проходит. То есть, все координаты известны. Это чисто техническая работа. Опять же, вот, нет никакого риска, что вы застрянете с этой задачкой, там, на 2-3 часа. Вот. Ну, и пункт B, он более-менее очевидный. То есть, нужно доказать, что угол O, это начало координат MA, такой же, как угол OMB. Ну, то есть, тут, как бы, в силу симметрии, это более-менее тоже все понятно. Ну, и следующая задачка, она у нас идет очень такая муторная. Я бы не хотел ее делать, поверьте мне на слово. Если кто хочет, можете разбираться. Она у нас на теорию вероятностей. Вот. И я бы тоже ее назвал технической. То есть, здесь у нас имеется какое-то производство. У нас есть какой-то продукт. У него есть вероятность брака. И, в общем, мы выбираем из, вот, там, скольки, там, из своей коробки с продукцией, сколько-то элементов, тестируем их на брак. Ну, и, в общем, как бы, вот такая какая-то муторная задачка с теорией вероятности. Так, совсем много времени у нас уже убегает, ребят. Смотрите, дальше у нас идет вопрос. Ну, вот здесь вот он, 21. Google словами перевел. У нас есть функция. И опять ваш любимый параметр А. Смотрите, функция довольно мудреная. Но, в принципе, то есть, ну, я думаю, что любой примерно представляет, как такие вещи делать. То есть, у нас есть какая-то гипербола, да, единица на х. Потом у нас есть линейная функция минус х. То есть, сейчас мы ее, ну, как-то вот так вот она идет. Вот. И у нас есть функция А логарифм. Давайте я другим цветом нарисую, потому что она у нас с параметром. В общем, при х, равном единице, эта функция все равно проходит вот здесь вот. Так, ну, назовем это при х, равное единичке. Мы все равно получаем ноль. Вот. И вот она у нас, соответственно, пошла. Логари. А. Ну, тут зависит от знака А. То есть, она еще может у нас идти либо вверх, либо вниз. Вот. То есть, там зависит от того, какой знак А. Но, в целом, что в первом пункте они требуют нас, чтобы мы обсудили монотонность этой вещи. Вот. Но тут можно либо производные брать, либо как бы, ну, вот сложить эти функции и прикинуть, как идет кривая. Вот. И, соответственно, все вам будет видно. Но это уже задачка, мне кажется, она вот посложнее предыдущих. То есть, она потребует у вас усилий. Особенно, если вы посмотрите на пункт второй. Вот. То есть, тут нужно уже доказать, что вот такое-то неравенство верно. Ну, просто подставив, естественно, вот эти вот значения, да. То есть, вы можете подставить и там просто как бы поорудовать с этим выражением. Вот. Где X1, X2, Extreme Points. То есть, вот в которых производная обращается в ноль. То есть, ну, в общем, тут уже, тут уже вам придется повозиться с этим параметром. Не буду ее решать. Это много времени. Мы просто хотим вот именно глянуть, что за задачки. Согласитесь, что это уже, ну, в общем, чуть-чуть уже что-то надо мозгами начинать шевелить. Вот. И так, что у нас идет дальше? Так, дальше у нас идет новый уровень задачек. Вот. Вот здесь вот уже у вас нужно выбрать. Вы будете делать задачу 22 или задачу 23. Вот. Это то, где у вас появляется выбор. Вот. Это тут не время написано, как мой коллега китаец сказал. Это сколько вам дадут очков. То есть, там 10 баллов за эту задачку и за эту задачку 10 баллов. Вот. Ну, и тут, соответственно, тоже. Это задача хитрая с параметром. Вот. Видите, у нас тут есть модуль с параметром. Это одна кривая задана с помощью нормальных координат. А также у нас есть еще одна другая кривая, которая задана уже с помощью полярных координат. То есть, вот эту вещь нужно знать. Вот. И они просят перевести вот кривую номер 2 из полярных координат в картезианский. Ну, то есть, в декартовое. Вот. То есть, в принципе, это не так сложно, если вы приглядитесь. То есть, там х равен ρ косинус угла в полярных координатах. y равен ρ синус угла. Вот. То есть, если, ну, как бы вы тут можете понять, что ρ квадрат можно записать, как, на самом деле, x квадрат плюс y квадрат. Соответственно, вот эту вещь можно записать как x. Ну, и, в общем-то, все уравнение у вас готово. Вот. Все очень технически. Ничего такого прям супер-пупер. Вот. Ну, и дальше, значит, ну, там дальше вопрос идет уже, что если эти кривые имеют только 3 точки пересечения, то найти уравнение c1. По сути, вас просят найти, какой параметр k, вот, чтобы вот эти кривые имели только 3 точки пересечения. Вот. Задача на параметр. То есть, вот тут надо думать. И, в принципе, то есть, что вот эта предыдущая была с параметром, что здесь, мне кажется, что это сравнимо в какой-то степени с тем, что есть в ЕГЭ. Ну, и, то есть, 23-ю нам делать не надо, если мы тут все сделали. Но здесь, опять же, тоже, видите, идет функция с параметром. Потом, правда, они говорят, функция, параметр подставьте единичка и решите неравенство. То есть, на самом деле, в пункте а никакого параметра нет. Это просто неравенство с модулем. Ну, то есть, там нужно повозиться с этими, там, когда корни, ну, там, со знаками, в общем, чуть-чуть надо повозиться, но параметра нет в пункте 1. А вот в пункте 2 мы уже говорим, что x из определенного интервала. И нужно найти, при каком параметре функция у нас выше, чем линейная функция x. Вот такие китайцы. Вот, на этом у нас задания закончились. Вот, смотрите. Ну что, как вам уровень математики у китайцев? Неплохо лучше тогда? Вот, ну, мне было бы очень правда. И уверен, что остальным зрителям тоже очень интересно знать ваше мнение в комментариях. Особенно, если вы шарите в математике. Особенно, если вы недавно поступали, или эта тема как-то вам близка. Просто, ну, со знанием дела, с аргументами. Вот, очень-очень здорово было бы получить от вас обратную связь. Я со своей стороны, вот видите, снял, постарался. Сейчас еще хочу вам показать, как выглядит наш ЕГЭ. Ну, просто на контрасте, чтобы увидеть, какие у нас задачки. Чтобы вы просто так, более хорошо поняли уровень. Ну, и, конечно, хотел бы вам напомнить, ребята, что это канал об образовании и науке. Здесь обсуждается образование и в России, и за рубежом. В том числе, поступление в самые лучшие мировые универы. И я провожу консультации. Можете по описанию к этому ролику пройти там на сайт. Вся информация будет детальная. И в том числе, если вам нужна помощь в подготовке к международным экзаменам, да, для поступления в самые лучшие зарубежные университеты, типа там Гарвард, Оксфорд, Кембридж, то у меня есть партнеры, которые могут вас подготовить. Это не дешево, но это все реально. Поэтому, если вам интересно, то проходите по ссылке в описании, там будет более детальная информация. Или просто пишите мне в личку ВКонтакте. А я, конечно, говорю вам, что давайте двигаться и теперь посмотрим на наш российский отечественный ЕГЭ по математике профильный уровень. Ну и хочу сказать, что некоторые ребята любят писать мне в комментариях о том, что я выбрал какой-то уж очень простой вариант. Ребята, это можно писать словами сколько хотите. Всего лишь один, один из очень большого числа таких комментариев, один всего лишь был именно ссылкой на тот сложный вариант. И вот именно тот вариант, который мне дали и сказали, что он сложный, я и рассмотрю сейчас в этом видео. Это за майский экзамен в этом году. Ну и вот у нас лежит ЕГЭшечка передо мной за 2019 год. Совершенно реальный экзамен. И, в общем-то, я уже рассматривал, когда сравнивал ЕГЭ российское с ЕГЭ в Англии, в США. И говорил, что, в общем-то, первые задачи это в каком-то смысле насмешка. То есть, я не хочу никого обидеть из ребят, что вот, мол, кто-то глупый. Нет, я говорю о том, что стандарты нашим правительствам задаются крайне низкие по знанию математики. Вот мы с вами видели, да, какие у китайцев требуются знания. А здесь, ну вот там вторая задачка, да. У нас имеется кривая, там какой-то текст идет с химической реакцией. Определите по графику, сколько граммов реагента вступило в реакцию за первую минуту. Ну здесь там по одной оси реагент, по другой это время. Ну и вам требуется просто там вот так вот провести две линии и, по сути, автоматически записать ответ. Следующая задачка. Найдите площадь трапеции, изображенную вот на клетчатой бумажке. Ну то есть, тут в принципе вам просто говорят, вот посчитайте количество клеток. Ну то есть, здесь у меня 12 клеток, да. Я ничего не умножаю даже, ребят. Я просто считаю 1, 2, 3, да. Ну то есть, видно, что 12. Здесь точно такой же прямоугольничек, только половина от него. То есть, там здесь 6 клеточек. Все. То есть, тут просто способны считать клетки, проверяется. Ну там, какую еще там взять задачку. Вот задача. Тоже вот давайте по числу операций считать. То есть, возводим в квадрат. 13 плюс 2х равно 25. Переносим 13 сюда. Остается 12. 2х равно 12. Х равно 6. Да. Ну то есть, о чем здесь речь? Это задача для вот, ну там, почти совершеннолетних, некоторых уже совершеннолетних ребят. Ну то есть, они уже семьи в этом возрасте заводят. А им, смотрите, какие задачки подсовывают. А дальше, ну вот тоже, вот эти первые задачи ЕГЭшные, это просто, это, ну, это ничего серьезного. Тут просто найти точку минимума функции. Ну там, продифференцировать и найти корень. То есть, очень быстро, совершенно технически дальше. Здесь тоже идет, ну, давайте посмотрим, задача 15. Тоже переносим единичку сюда. Как бы абсолютно алгоритмическая задача. Говорим, что у равно 3х. В результате у нас получается, вот здесь вот наверху у нас в числителе будет какое-то уравнение там второй степени, деленное на у минус 27. И здесь, ну, как бы, вы там находите корни числителя, знаменателя, отмечаете несколько точек, потом смотрите, когда это там выражение, там плюсы и минусы смотрите. Ну и, соответственно, просто выписываете ответ. Абсолютно ничего серьезного. Это уже 15-я задача. Нам здесь остается буквально еще сделать несколько штучек. И здесь, опять же, там задача какая-то на кредит, на проценты. То есть, тоже стандартная задача, алгоритмическая. Дальше у нас задача на параметр. Вот, смотрите, здесь довольно хитрое выражение с модулями икса. А, не хочу решать, но, на мой взгляд, она очень похожа на вот такие задачки. И вполне сравнима вот с задачей на параметр в китайском варианте. Вот, то есть, вот здесь нужно делать задачку на параметр. Здесь задача на какую-то логику. Вот, довольно муторная, но, на мой взгляд, не что-то убийственное. Как мне сказали, и, наверное, так и есть, самая серьезная задача вот здесь – это 16-я. Вот, я бы хотел задачу номер 16 по планиметрии, да. Вот, давайте ее посмотрим. И мы видели задачи геометрические у китайцев. Давайте посмотрим, что тут нам подсунули. Так, в этой задачке мне вот пришлось сходить за чистым леском, ребята. И давайте посмотрим, что у нас имеется. У нас дана трапеция А, Б, С, Д. Ну, давайте я просто в уголку нарисую такой вот черновичок, потому что я хочу просто понять, что у меня происходит. Основание Б, С, Д. Так, точки у нас есть МН, являются серединами. То есть, у нас есть серединная линия. И дальше у нас проходит окружность через точки А, Б, С, Д. Так, вот здесь, вот здесь. И пересекает Б, М и С, Н. М, Н. Так, значит, у нас проходит вот здесь окружность. Как-то вот так вот. Сейчас я пока просто пытаюсь понять, что у нас происходит. И дальше у нас проходит еще... Так, так, так. Так, докажите, что точки М, Н, П, Н лежат на одной окружности. Так, вот здесь мы, значит, у нас точки, так, П, К, Ю. Так, и нужно доказать, что у нас здесь проходит... Еще можно построить другую окружность. Вот. Ну, и давайте теперь думать, как мы будем с вами вот эту задачку делать. То есть, в принципе, смотрите, я думаю, что ключевой момент здесь это что-то вроде умения рисовать снеговиков. Да? Давайте, смотрите, нам просто... Вот тут я вижу пункт Б. Нам тут потом дают приблизительные координаты. И смотрите, у нас получается, что Б, С маленькая, а А, Д большая. То есть, трапеция должна быть примерно вот такая. То есть, у нас получается, что голова у снеговика будет маленькая, а тельце будет побольше. Вот. Ну, и я не умею хорошо рисовать по точкам окружность, которые проходят через эти точки. Поэтому давайте я начну свой рисунок именно с рисования вот самого снеговика. В принципе, мне кажется, это тут должен быть основной навык. Вот, первое, это у нас голова будет. Потом давайте я вот нарисую какое-нибудь вот такое его тело. Так. Ну, и что у нас дальше имеется? Давайте рисовать стороны этого снеговика. Так, давайте вот у меня будет одна сторона вот такая. Потом... Ну, здесь я так горизонтальненько проведу сторону. Так, и здесь у нас будет другая сторона трапеции. И видите, у нас должно так получиться, что у нас выйдет трапеция. Ну, приблизительно, да? Что-то такое. Так. Так, вот здесь у нас будет A. А, нет, это не B. Это точка... И это не точка... Это у нас точка не A, а точка M. Это точка N. Так, давайте покрасивее нарисуем. Здесь у нас будет точка P. Здесь у нас B, C. И здесь у нас Q. Низ пока рисовать не будем, потому что разбираться нам нужно именно здесь, сверху нашей трапеции. Так, давайте посмотрим теперь, что мы можем предложить для решения нашей задачки. То есть, в принципе, доказать, что окружность проходит через вершины четырехугольника, нужно, используя какие-то критерии. Самый такой простой, который я помню, это можно через углы доказать. То есть, критерий нам говорит о том, что если четырехугольник можно вписать в окружность, то его углы, сумма противоположных углов должна быть равна 180 градусам. Ну, просто потому что он, как бы эти углы опираются на, у нас, на один отрезок, который внутри круга лежит. Вот. Так как они на один опираются, лежат с противоположных сторон, то сумма должна быть равна 180 градусов. И, в принципе, мне кажется, это самый простой, наверное, критерий, который можно тут использовать. Потому что, ну, по-другому нам надо брать здесь какую-то точку, да, центр, доказывать, что вот там равна удалена над сторон. То есть, мне кажется, это более как-то сложно. Давайте попробуем через углы. И как мы с вами будем действовать. Смотрите. Так как у нас вот эта окружность является описанной вокруг четырехугольника, то, если у нас вот этот угол альфа, то вот этот угол будет 180 минус альфа. Так как вот это у нас, например, бета, то вот этот будет 180 минус бета. А теперь смотрите. У нас же все тут параллельно, да? Так, то если вот этот угол у нас бета, то бета будет и вот здесь, в силу параллельности оснований нашей трапеции. Значит, этот угол будет, значит, что у нас тут? 180 минус бета. Теперь альфа, такой же фокус с альфа. И здесь у нас 180 минус альфа. Так. А теперь давайте посмотрим. Так как здесь бета и углы прилежат друг к другу, то здесь будет бета. Здесь у нас тоже прямая, два угла друг к другу прилежат. Значит, если здесь 180 минус альфа, то это будет альфа. И вот, смотрите, у нас прям так и получилось, что сумма противоположных сторон будет 180 градусов. Соответственно, у нас вокруг этого четырехугольничка можно описать окружность. Итак, кажется, что первая часть задачи не такая уж сложная. Давайте посмотрим, что от нас требует во второй части. Найдите QN. Так, нас просят найти вот эту вот сторону. Да, вот это под нашим самым главным вопросом. И если отрезки DP... Так, это у нас... А, так, ну нам нужно будет сейчас дорисовать наш прямоугольничек, да. Так, вот так мы его дорисуем. Ну, приблизительно. Опять же, сейчас у меня тут уже слишком много всего нарисовано. Я просто хочу прикинуть, что от нас хотят. А, D. И нам говорят, что DP, вот этот вот отрезочек, и PC перпендикулярны. Вот, вот этот вот угол, да, у нас перпендикулярен. Так, и нам дают, смотрите, все длинные сторон нашей трапеции. Вот, что, в общем-то, замечательно. И просят найти вот эту вот вещь. Я думаю, что мне сейчас придется заново нарисовать, чтобы уже вот с этими уголками не возиться. Вот так вот. Ну, то есть, они уже у меня достаточно серьезно засорили мой рисунок. Поэтому давайте, наверное, я сейчас возьму новый листочек. И давайте подумаем, как бы мы смогли нарисовать вот такую трапецию. Не исходя вот из того, что у нас вот было, да, как бы. Конечно, здорово рисовать снеговиков. Но давайте подумаем. У нас есть трапеция, да, и как мы видели, нам полностью задали все длинные стороны. Вот, давайте представим, что имеется у нас трапеция. Так. Так. И, значит, в этой трапеции мы хотим сделать так, чтобы, ну, вот, как бы нарисовать вот такую вот линию. Здесь вторую, чтобы угол был прямой. Вот мне ничего лучше не приходит в голову, да, и у нас вот тут есть серединная линия. Так. М. Н. Смотрите, если я сделаю вот так вот здесь окружность постоянной длины, да, то треугольник, который лежит на этой окружности, он должен будет иметь прямой угол. Так, давайте вот сейчас я попробую нарисовать. Что, ну, то есть она, она у меня как бы не суть важна, как тут идет. Суть в том, что, так как это диагональ окружности, то угол, который вот здесь вот будет проходить, он будет прямой. То есть это просто по построению, да, вот так вот получается. И это и есть вот то, что нам нужно, да, то есть вот эта точка P, ее вот так вот именно и можно сделать. И теперь смотрите, что я могу сказать замечательного. А замечательно то, что нам сразу такая, как может быть, вещь, которая нам пригодится, появляется. У нас получается, что вот эти величины, они все равны, да. Просто чудесно, просто чудесно. Ну, и здесь нам теперь нужно представить, что мы на самом деле построим здесь какую-то вот окружность. К сожалению, сейчас мне лучше начинать было со снеговика. Ну, вот какая-то тут у нас будет сейчас окружность. Вот такая вот, да. Тут у нас появляется точка Q. Вот, и дальше у нас, помните, была вот эта вот окружность. Давайте сейчас на самом деле точно так же, как мы доказали, что вот через эти 4 точки можно провести окружность, да, через параллельность вот этой линии. Вот точно так же, как в пункте A, эта же линия тоже параллельная. И поэтому точно так же мы с вами сможем доказать, что и через вот эти точки тоже можно провести окружность. И, в общем-то, смотрите, у нас получается уже такой более серьезный, да, такой матерый снеговик. Вот. И давайте смотреть, что мы можем извлечь из нашего снеговика. Так. Давайте, наверное, тут вот линию я проведу, как она у нас была. Так. Вот так вот. Так. Нужно назначить нашу цель. Хотим искать вот эту вот величину. Наверное, ее было бы удобно искать, если бы мы, может быть, треугольник. Из какого-то треугольника нам ее будет удобно искать. Давайте подумаем, из какого. Так. У нас известны все длинные стороны. Давайте я вам напомню, какие они. А, Б, С и Д. Значит, у нас А, Б, 21. Значит, А, Д, 17. А, так, Б, С, 4. И здесь у нас получается 20. Ну, грубо говоря, здесь десяточка и вот здесь десяточка, потому что серединная линия. Так. И смотрите, у нас вот здесь четверка. Так. А здесь 17. Значит, серединная линия будет длиной сумма пополам 10 с половиной. Так. Вот эту вот величину мы с вами нашли. Вот. Дальше давайте посмотрим, то есть, как бы нам вот здесь вот с этим делом орудовать дальше. В общем, смотрите, чтобы найти вот эту сторону, кажется, что разумным был бы выстроить вот какой-то треугольник. Давайте вот здесь вот так вот линию проведем. Вот. Видите, у меня есть треугольник MQN. И вот в этом треугольнике нужно будет найти вот эту сторону. Давайте посмотрим, что мы можем найти в этом треугольнике. То есть, нам нужно найти одну сторону, вот эту вот MQ. И также нам нужно найти какой-то угол, потому что тогда мы сможем применить, например, теорему косинусов. Ну, и смотрите, в силу параллельности, да, мы можем сказать, что вот здесь вот у нас есть угол, например, назовем его угол альфа. И он равен вот этому углу альфа. Трапеция полностью известна. То есть, вот этот угол должно найти, а нам быть не так уж сложно. Давайте я просто вот здесь вот в сторонке чуть-чуть нарисую, чтобы не портить основной рисунок, потому что нахождение угла – это такой технический момент. То есть, вот эта сторона 21, и вот здесь я ее проведу параллельно, да. Ну, то есть, это стандартный такой более-менее приемчик, как у трапеции угол искать. Вот. И что у нас имеется здесь? Вот эта сторона 20, и внизу тут было 4, здесь 17, соответственно, тут 13. То есть, вот по теореме косинусов мы можем найти косинус угла альфа. То есть, так, угол мы нашли. Давайте теперь смотреть, что у нас будет вот с этой стороной, как бы нам ее найти. И тут, конечно, ну вот тут хитрый, хитрый, наверное, какой-то момент, и тут вот тут нужно догадаться. Мне кажется, вот здесь можно зависнуть совершенно конкретно. Вот мы с легкостью с вами догадались, что вот этот угол, он как бы вписан в окружность, и поэтому здесь вот сторона равна вот PN равно CN. И кажется, вот мне кажется, что, в принципе, похожий треугольник у нас вырисовывается с другой стороны. Ну, просто в силу как бы симметрии задачи, то есть у нас же на самом деле должно быть довольно похожее свойство. Ну, это мое ожидание. Давайте посмотрим, что у нас есть. Смотрите, какой у нас есть момент. Вот у нас есть вот этот вот треугольник АБКЮ, и у него есть вот тут угол, давайте назовем его БЭТА. Смотрите, вот в этой вот окружности угол БЭТА должен быть равен вот этому углу, потому что здесь два угла опираются на одну и ту же дугу. Вот, значит, они просто как бы должны быть равны. Вот, БЭТА равно БЭТА. И теперь давайте посмотрим на основное тело нашего снеговика. И вот здесь, кажется, тоже, смотрите, тоже у нас есть два угла. Вот это первый, ПАКЮ, и второй, ПДКЮ. Они точно так же в основном круге, да, теле снеговика нашего опираются тоже на одну дугу. Поэтому вот этот угол, например, мы можем назвать ГАММА. Вот, и смотрите, у нас получается, что вот в первом-то нашем треугольнике ДПЦ у нас угол 90 градусов, значит, БЭТА плюс ГАММА 90 градусов. И вот в этом треугольничке БЭТА плюс ГАММА тоже должны быть 90, значит, и здесь у нас тоже 90. Вот, смотрите, как замечательно. Наши ожидания, в принципе, оправдались. А теперь точно так же мы говорим, что если мы вот отсюда опишем окружность, вот так вот, то, ну, как бы вот этот треугольник вершиной должен лежать на нашей окружности, просто потому, что он 90 градусов, опирается на диаметр, значит, у него вершинка должна быть наверху, на, ну, как бы вот на нашей окружности. Из чего следует, что МКЮ должно быть равно... Так, давайте я ее как-то выделю сейчас. Так, не знаю, мне не хватает цветов. Вот, в общем, вот эта вот величина, она точно такая же, как вот эта, точно такая же, как вот эта. Ну, просто есть такое свойство, что у нас есть окружность, и вот тут вот угол, который опирается на диагональ, у него прямой угол. И наоборот, если угол прямой, треугольник опирается на диагональ, то у него вершинка тоже должна лежать, соответственно, на окружности. И вот у нас получается, что здесь у нас было 10,5, да, вот половинка 21, и это, соответственно, тоже должна быть 10,5. Смотрите, как интересно. Здесь у нас даже получается, что он какой-то равнобедренный, что ли. Вообще удивительно. Так, ну и дальше смотрите, что у нас есть. У нас есть сторона, сторона, угол, ну и по теоремии косинусов мы находим, соответственно, оставшуюся сторону. Думаю, что вы сможете это посчитать с легкостью. В целом, что можно сказать? Вот это, конечно, задачка термоядерная, да, то есть здесь нужно такие вещи улавливать, да, то есть нужно красиво уметь рисовать снеговиков. То есть здесь нужно, ну это я в шутку говорю, но вот увидеть, да, вот что вот этот угол, это на самом деле он лежит на окружности, значит, вот здесь вот величина равна, то есть вот разглядеть какие-то эти треугольники. То есть в целом, вот я не уверен, что я бы, вот будучи, да, школьником на ЕГЭ, эту задачку смог бы на ней не зависнуть. Это задачка, на которой можно зависнуть на день, вот, чтобы вот эти все штучки разглядеть. Вот это, конечно, задача, которая достойна уважения, но с другой стороны она является таким вот примером задачи гроб. То есть когда у вас, ну, я уверен, что другие, вот я рассматривал в других видео 16 задачу, и они не были такими убийственными там задачей. То есть прям ЕГЭ, то есть кому-то попадется в каком-то регионе вот такой вот гроб, и ну все, накрылась соточка, а кому-то попадется что-то адекватное, и там, соответственно, люди получат нормальный балл. То есть это, конечно, является такой вот примером задачи, которая делает несправедливым оценку по ЕГЭ для разных регионов. Это задача капитально сложная, может оказаться. Ну что, как вам сравнение нашей математики и в Китае? Ребят, я считаю, что наши стандарты нужно повышать. Те задачи, вот, которые у нас идут первыми, это просто несерьезно. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть и сказать, что вот кто-то там не учит, да, там некоторые школьники могут обидеться. Но, понимаете, правительство задает стандарт, оно говорит, вот это нормальный уровень. И если вы хотите получить диплом о школьном образовании, вы должны знать математику на этом уровне. И если этот стандарт крайне низкий, то школы не будут стараться, как бы если и так все сдают, зачем напрягаться? Стандарт должен быть высокий, и тогда к нему будут стремиться. И экзамены выпускные, это и есть вот этот вот стандарт. Поэтому я за то, чтобы задачи, конечно, были более серьезные, а не закрашивание там квадратиков, площадь трапеции, там просто их пересчитать нужно. Это как бы вообще не дело, тем более для России. Ну, как это так? У нас такой статус был, да, нас все до сих пор знают как прекраснейших математиков. Но вот, ну, такой ЕГЭ, конечно, ведет, как бы, к совершенно иному результату. В общем, кидайте, ребята, еще в комментарии, конечно же, пожелания о том, что вы хотите еще увидеть на моем канале, о чем еще стоит снять. Видите, я очень-очень учитываю ваше мнение, оно мне важно. Но, как, впрочем, это другим зрителям, если не пишите комментарий, хотя бы поддержите чью-то идею лайком. И, конечно же, за видео, если оно вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будет еще много всего интересного.